Тяжелые ракеты БАДР-3, беспилотники, автоматы Калашникова, взрывные устройства и фугасы, бронежилеты, РПГ, противотанковые пусковые установки и многое другое. Все это уже трофейное оружие. Армия обороны продолжает действовать в Газии, а боевые самолеты Израиля наносят удары по многочисленным объектам террористов в секторе. Бойцы боевой группы бригады Бесламах и подразделения Яхалом, по данным разведки, совершили рейд на пост командующего северным регионом исламского джихада, в котором находятся офисы высокопоставленных чиновников террористической организации и завод по производству стратегических боеприпасов. Бойцы бригады Гивати действовали на территории школы, где скрывались боевики Хамаса. Террористы были ликвидированы, на территории школы найдено оружие. Также армия обороны обнаружила в Шефе этот туннель. В нем заминированы автомобиль и склад оружия. Еще одно видео Цаали. Хамас разместил ракеты в кроватке маленькой девочки, а противотанковые ракеты в детской коляске. По сведениям палестинских источников, в результате израильского авиаудара были убиты высокопоставленный представитель Хамаса Ахмад Бахар, вице-спикер законодательного собрания палестинской автономии и председатель Законодательного собрания Газы. В районе Шшех-Радуан на севере сектора ликвидирован генсек террористической организации Аль-Ахрар Халид Абу-Хилляль. Вместе с ним убит его сын. Накануне израильская армия заявила, что возле крупнейшей больницы в секторе Газа обнаружила тело женщины, взятой в плен Хамаса. Позже ее идентифицировали как Юдит Вайс из Кибуца-Беери. «Тело Юдит, допокоится она с миром, была обнаружена седьмой бригадой во время прочесывания местности рядом с больницей Аль-Шифа. Рядом с ее телом мы нашли оружие террористов, которые ее удерживали. Террористы убили Юдит в Газе до того, как мы смогли добраться до нее». Вайс было 65 лет. У нее пятеро детей. Ее муж Шмулик Вайс был застрелен в их доме 7 октября. В больничном комплексе Шифа Цааль сделал много важных находок, связанных с заложниками. Об этом в один голос заявляют как премьер Израиля, так и министр обороны. Впрочем, о чем идет речь, никто не уточняет. Бениамин Таньягу лишь упомянул о наличии серьезных оснований полагать, что на территории медучреждения раньше находилась часть заложников. Тем временем Цааль полностью взял под контроль западную часть города Газа и переходит к следующей фазе наземной операции в секторе. Это слова Йоава Галланта. «Операция продолжается и проводится четко, выборочно, но очень и очень решительно. Чем больше мы углубим эту операцию, увеличим давление на Хамас и разрушим больше штабов, повредим больше тоннелей, ликвидируем больше боевиков и уничтожим больше глав организаций, тем больше шансов вернуть наших заложников. Потому что этот враг понимает только язык силы. И мы ему очень доходчиво объясняем, что такое сила». Разъяснительная работа Цааль ведет и на Западном берегу. В ночь на 17 ноября по подозрению в террористической деятельности в Джинине и Хевроне были задержаны более 20 человек. В их числе командир джининского батальона Кассен Джабари. В ходе операции в Джинине происходили столкновения с местными боевиками. Военными были задействованы более 80 единиц военной техники. Применялись тяжелая бульдозерная техника и авиация. Взорваны автомобили. Есть несколько погибших боевиков, среди них один из командиров джининского батальона Бах-Алахлух. Палестинская сторона сообщает, что израильские военные штурмовали больницу Ибн-Сина в Джинине, куда доставляли враненых боевиков и потребовали, чтобы медперсонал эвакуировался. «Меня подвели к машине скорой помощи и задавали вопросы. Как меня зовут? Откуда я? Где работаю? Принадлежит ли мне машина скорой помощи? Для кого она?» А потом нас попросили пригнать все кареты скорой помощи и их тщательно обыскали. Параллельно армия обороны атаковала объекты Хизбаллы и группа боевиков на территории Ливана, действовавшую около границы. Это ответ на очередные обстрелы Израиля. С ливанской стороны были обстреляны объекты в районах Малкии и Монары. В Ливане встанет тех, кто против Хизбаллы, открыто заявляют. Шиитские террористы шейха Насралу жертвуют страной под фальшивым флагом солидарности с Газой. Нельзя допустить, чтобы Ливан был втянут в этот конфликт и превратился в Газу-2. Значение резолюции ООН 1701 стало очевидным для ливанских граждан. Благодаря этой резолюции, а также присутствию Юнифил и ограниченного контингента военных на юге страны, после войны 2006 года сохранялась стабильность, что внушало людям чувство безопасности. Вызывает беспокойство тот факт, что правительство, как это сделал парламент и президент, закрыло глаза на заявление Тегерана о том, что масштабы войны расширились и Ливан вступил в конфликт. Это оскорбление интеллекта граждан страны и принижение интересов страны, а также игнорирование риска просчетов, которые могут спровоцировать разрушительную войну. Позиции Хизбалы в Сирии стали мишенью атак анонимных ВВС. В ночь на пятницу, по сообщениям информагентства САНа, самолеты Израиля нанесли удары по целям в окрестностях Дамаска. Иерусалим не комментирует сообщения. Зато в Тегеране готовы сделать все возможное, чтобы помочь Хамасу в войне против сионистского образования. Это слова командующего силами спецназначения Аль-Кутс Исмаила Каани. В телеграм-канале бригад Аль-Касам опубликовано послание ее лидеру Мухаммеду Дейфу от Каани. В нем иранский генерал называет Дейфа живым мучеником и заявляет, начатая бригадами Аль-Касам 7 октября операция наводнения Аляксы доказала, Израиль слабее паутины, а палестинская группировка способна на инициативу инноваторства. Будьте уверены, что ваши братья Валь-Кутс и оси сопротивления не дадут этому дикому врагу и тем, кто стоит за ним, монополизировать газу ее стойких героических жителей и не позволят ему достичь его грязных целей в Газе и Палестине. То, что война уже распространилась в регионе, заявил и глава МИДа Ирана Хосейн Амир Абдулхян. По словам министра, тот факт, что йеменская армия атакует Израиль с помощью ракет и беспилотников, означает, что война начала разрастаться. И тот факт, что Хизбалла воюет с третьей израильской армии показывает, что война уже расширилась. Иными словами, несмотря на все громкие угрозы и призрачные обещания, Иран не собирается становиться участником войны, чтобы спасти Хамас. Тем более, что шеф Пентагона Лои Достин сказал прямо, вмешаетесь, будете иметь дело США.